Здравствуйте! За окнами пасмурное, темное утро. Как всегда, расположился на кроватке Бонифаций, прикурнула карька и весь под креслом посапывает. Надеюсь сегодня, что она уже подбежит не на трех, а на четырех лапах. О, небо начинает проясняться. Что же вчера у нас творилось? Такой великолепной дождь, ей-богу, не могла оторваться, сегодня с улицы просидела до темноты и любовалась на бурлящей потоке. И сладко спала с ночью под шум дождя, а вот сегодня, сегодня вроде бы его не обещают, но каков же он был вчера. Сейчас покажу. Ох, потемнело, загорхотало, полило. Я заскочила, если открой за телефоном. Сидела, шлифовала после того, как мы вернулись со дня рождения. Мы великолепно посидели, пообщались, посмеялись и разбежались. Потому что все дела, и все знали, что скоро начнется дождь. Нужно было что-то предпринять по делам посады огорода. А я только что вернулась из скворечника, из мастерного домика, куда приехал печник. Очень милый, пожилой, седовласый, высокий, стройный человек. Ну, наверное, даже постарше меня будет. Где-то совсем до 60. По имени Георгий, казах. И мы с ним даже посмеялись, разговаривая о Целинограде. Я рассказала про стройотряд, он прослужил в армии, в Целинограде. В общем, нашлись общие темы. Но самая общая, естественно, была печка. Обсудили, что и как, ничего не ясно. Но где-то в сентябре, вероятно, у него будет свободный день, и он приедет к нам. Принимать его придется мне, поскольку Машка будет уже Росеньку в школу сопровождать. Но все наладится, я уверена. Мастер великолепный, очень хвалит по нашим окрестностям. Сейчас у него масса заказов. Но освободится, делает, до нас дойдет. Не горит. Заодно и не жат успеем накопить. По сравнению с тем, что Машка видела на авито, это не так уж и много. Да, вечер сегодня был просто великолепен. Пообщались и снятина наелись. И хоть какие-то дела сделали. Кстати, Машка даже экскурсию по дому провела всем соседям. После застолья было интересно, что у нас да как. Прошлись по участку. Ой, и мы еще раз приняли поздравление. Еще раз. Ну-ка, бабах. Ну, нет. Нет. Вот сижу и наслаждаюсь. Давно пора домой. Ну, оторваться не могу. От этого дождя, потоков, грома, молния. Раза точно над нами. Как мне это все нравится. Крохочет так, что деревья напрясутся. Нет, ну это еще слабенько. Только что был такой залп. Что там салют? Тут все гораздо интереснее. Хорошо здесь. Крохочет над головой. Исподинь ее наблюдать за тем, что творится. Наконец-то отрывался сердцами дождя под навесом. Уз домой приоделась сухая одежда. И заглянула, как ни стороны Ника. Оставила зонтик на крыльце. И под ним затаился данифаций. Да уж, прогуляться в такую погодку явно не светит. Но ничего, можно и особо любоваться на дождь. Да, замечательная погода. А главное, предвкушение грибного сезона. Уж теперь-то он по-любому обязан начаться. Да, зрелище, которым я любовалась вчера, действительно было великолепным. Ну, вот сейчас хожу по участку, обозреваю последствия дождичка. Полегла кукуруза. Сбила напрочь подсолнухи. Надо все это подвязывать. И гигантский куст золотых шаров также распался, потому что я его подвязывала. И повсюду то же самое. Наклонились цветы. Расползались улитки. Придется, придется сегодня на своем участке поработать. Последние ленинцы стали настолько сумбурные из-за приобретения нового. Что это? Ой, испаржа моя наклонилась ниц. Вывернив палку, которая также была привязана. Ох, совершенно не до чего стало. Даже клумбу забросила. Но сегодня, вероятно, надо будет хоть какое-то время уделить тому, чтобы с ними поупражняться. Мне чертовски интересно, что же там творится у ручья. Последний цветок лилии. Эх, все остальные могли бы еще продержаться, но оказались на земле. Ну, еще бы при таком дождине. Ладно, пойду к ручью, полюбуюсь. А у ручья полег вербенник. Ну что ж, уже отцвел. Можно бы и вырезать. Наверное, этим также придется заняться. Непреклонные заросли ирисов, а ручеек, ручеек зазвучал. Да, прибыла водичка, но мутная. Или же здесь, где совсем не глубоко, можно рассмотреть камушки. Что же там, где рыба плавает в водорослях? Ну, тоже муть. Вероятно, потоки неслись по сточным каналам, вымывая глину. И замерли водомерки на поверхности пруда. Да, прибыла водичка. Судя по тому мосточку, который у меня уже полуразрушен, но я с него сгребала в свое время рязку граблями, вода поднялась 10 сантиметров на 15. Ну что ж, не половодие, но воды прибавилось. Приятно. Так, ну а сейчас, пожалуй, надо будет все-таки пройтись по участку, над которым я в данный момент работаю, ожидая, когда немножко подсохнет, чтобы лезть в клумбы и заниматься своими растениями, и обозрить содеянное вчера. Да, преуспела я вчера. Хожу, любуюсь. И думаю, чем заниматься дальше. Колодцем бы, но сейчас не до того. Конечно, разнести его в пух и порах я смогла бы достаточно скоро. Ломать не строить, но ворот, ворот достаточно массивный. Если он рухнет внутрь, его оттуда уже будет не достать. А потому придется подождать приезда зятя. У него скоро отпуск, и уж тогда вдвоем навалиться на эту рухлядь. Ловлю себя на мысли о том, что именно вчера пробило аж неделю, как мы начали работать на участке и в доме. Ну, мы с Машкой заранее поделили обязанности. Она наводила порядок в строение. Ну, а что до меня, то я занималась всем остальным. Осталось еще где покосить. Место это крайне проблемное. Затем надо будет собирать всю эту траву граблями. Боюсь, что придется все это делать по-сырому. Тяжело будет на виллах таскать, складывать. И цепляться она будет куда хуже, чем сухая. Ну, что поделаешь. Ну, а сегодня вот этим участком надо заняться. Однако тут масса сложностей. Вообще-то я отсюда начала. Надо было прокосить дорожку к сараю, устранить теперь все вот эти вот заросли малины, вкус смородины. И он, естественно, останется. Ну, там еще смородина. А тут все расчищать. Самое неприятное то, что здесь огромная куча древесины. И подозреваю, что всякого хлама. Боюсь, что эти дрова уже не будут гореть в печи. Придется их выкидывать. Хотя надо взять колонну и посмотреть, что можно предпринять. А вдруг что-нибудь для каждого раз годится. А тут меня явно ждут сюрпризы. Так. Еще какие-то гнилушки. Ой, очередной унитаз. Какая прелесть. Вот интересно, сколько их было вообще? И почему они все-таки сохранялись? Ну, наверное, на память. Надо пробиваться за забор. Потому что вывести все срубленные деревья, ветки на прицепе, конечно, будет нереально. Иначе придется делать огромное количество заездов. А еще мусор надо вывозить. Весь этот поликарбонат ломанный утилизировать. И какую-то часть ветви, вероятно, я просто перетащу за забор, когда мне удастся пробиться сквозь эти заросли крапивы. И аккуратненько выложу около ивы, что разрослась около ручья. Но сверху можно будет и травки подбросить. Экология это не повредит. Ручей не засорит. Ну, а сейчас надо опять браться за свою кормилицу косу. И за секатор, пилу, бороться с малиной, выдирать крапиву. Ну, аж затем, во второй половине дня, можно будет на своем участке поработать. Ладно, что день нам готовит, еще увидим. А пока пора браться за дела. Ну, вот, покосила. Снова дождь заморосила. Мелкий, неприятный. Надеюсь, что ненадолго. Ладно, езди спрятаться. Пойду я, затаюсь в теплице. Пора помидоры подвязывать, листья подрезать. Да и прополоть не мешает. Да, действительно. Но участок все больше и больше напоминает джунгли. Совершенно неухоженные. И пора в них прибраться. Однако по дороге в теплицу возникла новая необходимость вернуться. Перехватить топор, громадную палку и веревку с ножницами. Да, распался куст золотых шаров очередной. И тут положила белокопытник. И теперь за теплицей толком не добраться. Ну, что ж, расчищаем дорогу и двигаемся дальше. Ну, вот, оказалось, в теплице спрятаешь что-то дождя. А он вроде как и прекратился. Нет, все-таки накрапывает. Взяла с помидорчики подвязывать. Ох, давно-давно надо было этим заняться. И вдруг обнаружила нечто. Сначала думала ореховая скорлупа. Оказалось, слезняк. Так, вот таких я впервые вижу. Ничего себе. Да уж, экземпляр. Надо пойти в Рожьевский террариум запустить. Пусть ребенок подивится. А заодно потом у Ники спросить. Хм, что это за редкостное существо такое? Угу, окуляры появились. Ничего ведь не боится. Так, ну все, пошли. Будешь домашним питомцем. Телефон выключить с клискими руками. Хм, ну попытаюсь. Да, не думала, что я подвяжу к степлице. Но, как бы то ни было, пока я там возилась. Завершился дождь. Сосед взялся за покос. А я уже в самом конце обнаружила еще два мощных экземпляра. Ну, теперь у Рожьевского террариума. Скоро встанет, позавтракает, выскочит на улицу. Вот тут-то я его и порадую. Пока отдыхала, собираясь переключиться на покос, наблюдала за своими найденушами. Вот первый куда-то замаскировался. А тут... О! Да, надо бы стеночки протерить, чтобы лучше было наблюдать. И размеры. Размеры впечатляют. Да уж. Диво-дивное, чудо-чудное. Как же внуку будет интересно за ними понаблюдать. Ну, все, Руслан Геннадьевич. Теперь санузел свободен. Сбито осиное гнездо. И, на мое счастье, в нем никого не оказалось. А сейчас я тебе хочу кое-что показать. Проследуем. Смотри, что ползает. А, ты про это. Я как раз посмотрела, почему здесь вот стоит. Так, вот где они все? Их там три штуки. Так, ой, я второго вижу. Вон. А где первый? Ты знаешь что? Возможно, это не совсем хорошо. Почему? Потому что Ника мне рассказывала про громадных слезняков, не нашинских, а каких-то импортных, которые жрут все. И с какой-нибудь рассадой они спокойно могли к нам приехать. Вот надо ей будет показать и осведомиться. Это те экземпляры или нет? В общем-то, их тут трое. Девушка оказывается под вот этим листиком, наверное. Ну, наверное, это замаскировались. Вот главное, чтобы они не удрали. Я их в теплице нашла. А, еще чего покажу. Пойдем. Кстати, завтра вырвать дождей не обещают? Можем сходить в автолавку и отправиться в лес вместе с мамой. Мы сегодня с ней на эту тему разговаривали. О, да. Дождик сегодня должен прекратиться. Надеюсь, что все состоится. Так, ну смотри внимательно. Вот здесь. Что найдешь? Внимательней смотри. Грибы? Грибы? А какие грибы? Я не знаю. Знаешь? Они есть у тебя в справочнике. Через некоторое время Росика все-таки распознал в грибочках свинушки, которые не стоит собирать. Грибочки вкусненькие, но иногда очередной может стать роковым для организма. Поскольку накапливают они канцерогены, которые не выводятся. Однако пришлось удирать. Поскольку вновь начался дождь, и я уже теряюсь в догадках, состоится ли у меня сегодня покос около скворечника, или предстоит засесть в мастерской и заняться с шлифовкой. Пожалуй, все-таки второе. Но уж если солнышко выглянет, то и на своем участке будет чем заняться. Столько еще всего предстоит. Может, не дождь, а состоялось еще одно знаменательное событие. Только что уехали наши ветеринары, которые каждое лето приезжают ставить собакам и кошкам укол от бешенства. Теперь у меня вся безопашная. Даже Бонифаций стойчески перенес процедуру. По-моему, даже ничего не почувствовал. Обычно это все случается где-то в начале июня, а тут что-то припозднились. Ну, собаки, естественно, получили по косточке, в знак признательности за хорошее поведение, и с тем, чтобы завтра подготовиться к лесу. Хотя, вероятно, Веську взять с собой не удастся. Хромает, все еще хромает малышка. Заживает потихонечку ранка на ножке. Срезала подушечку. Но пока еще недостаточно. Хотя поживем-увидим. Еще неизвестно, что будет завтра. О да, засесть в мастерской было правильным решением. Дождь продолжает накрапывать. И облачности конца края не видать. А потому засела все же в мастерской. Вкрапление коры призвали к тому, чтобы сделать еще одну загогуленку. Ну, действительно, какое-то облако получается. По-моему, подобное изображают на древних японских маниатюрах. Надо сделать его более округлым, пластичным. И сложновато будет избавиться от всех вкраплений. Придать им гладкость. Ну, временно это и есть. Однако поработать удается достаточно сложно. Урывками периодически Машка вызывает ко мне. С тем, чтобы я подошла к сараю, где она около скворечника сейчас водится с приборкой, пытаясь отсортировать, выкинуть. Ой, один за другим возникают новые мешки, наполненные мусором. А вот на коньке уникального туалета типа сортир рассела стайка воробьев. Я знаю, что под коньком есть гнездо. Каждый раз воробочки влетают и влетают оттуда, совершенно уже меня не пугаясь. Но сейчас у них явно идет совещание. Может быть, обсуждают нас. Ну что ж, кому-кому, а птицам мы всегда рады. И только что в мастерской был обнаружен новый объект. Ну, как новый объект. Старый скворечник, который еще когда-то очень примастил на липе. И в первый же год, когда дом был продан, его сорвало ветром. Старых хозяев даже не попытались восстановить. И он оказался все-таки в целости и сохранности. Да, надо будет этим заняться. Но только после того, как я закончу работу на участке, вырублю всю молодую поросль под этой громадной липой. И надеюсь, что вновь появятся скворцы и воспользуются своим домиком. Ну, а пока пристанище нашли воробьи. Что тоже само по себе неплохо. Но в какой-то момент дождик перестал. И Арслав Геннадьевич собрался прокатиться. И куда ты с такой зверской рожей? Не вздумай даже! Там все засыпано травой, ты ее намотаешь себе на спицы. И там скользко в некоторых местах. Я хочу пойти посмотреть, что там у мамы в сарае получается. Надышалась я. Спасибо, надышалась я этой крошкой древесной. Надо пойти проветриться. Ты со мной или как? Со мной пойдешь или как? Куда? Я к маме. Ну, да. Ну, давай, оставляй своего железного коня. Посмотри, чем там все увенчалось. У меня уже до испуха из носа вылетает. Фу, шлиповка. Мое любимое занятие. Ну, в кавычках. Ой, равно как возня с малиной. Елки-палки, да черт засадные, что сегодня ничем толком заняться не пришлось. Ну, ладно, там теплицу. Ну, цвет не подвязала. Они полеглядят дождя так, что невозможно было передвигаться. Надеюсь, что здесь все более продуктивно. А как хотелось сегодня взяться за покос. Но в такую погоду неприятнейшее занятие. Так, грохота раздается из сарая. Все? Прискакал? Угу. Ай, два. Мать, погрязла? Да вообще. Ужжж. У нас же большую часть тут выгребала. Так, по молочам осталось. Мы собирали тетю Ребанок. Тот надавил. Да, тут видно было, что собирать. Тут такой свинарный был. Так, слушай, а это все Сереге поет на металл, да? Ну, как бы все сомнительное и более-менее ненужное я оставила. А совсем не нужно. У меня там два огромных мешка собралось. Я удровник оттащила. Ой. Не знаю, что с ним великом делать. Оставить его Роси на будущее. Чего оставить? Велик. Да нет, я не хочу на таком. Ну, ты же вырос, что ли? У него рамы нет, смотри. Мне обо что стукаться. И не надо стукаться. Я только красный. Красный. Маловазь у тебя. Ой, не знаю. Может, Веру не предложить. Куда ей еще? Солить его? Пусть будет на запчасти. Солите. Да нормальный велик. Может, Санька, так. Так. А вот эта седалища, как она? Она более нормальная, но я боюсь у него садиться. Может, ростик будет. Давайте начнем с Рошки, потом перейдем на меня, а там уже по возрастающей. А, Рой, смотри, какую игрушку нашла. Что это? Ой, мама, я знаю, что это. Ой, я Жанки-то забыла, кстати. Смотри, какая древняя рулетка. А это, по-моему, еще Олега. Да. Я нашла ее нормальный. Так, ну это устранять. Что такое, тебе надо? Нет, не надо. Это Серегина металл. Да. Спасибо. А тут еще конь не варялся. Ну вот этот брус как раз для колоссов пригодится. Ну да. Зачем вот детская кровать здесь еще? А, это еще наша, наверное, древняя. Ох, сколько что-то еще разгребать. Стекло, смотри. Камера. Вот стекло нам нужно сейчас больше всего. Вот это вот прям вот зачем это было связывать. И тут хранить сжечь, а все нафиг. Ой. Нет. Сжечь надо не все. Даже вот такая деревяшка может пригодиться. А который? А, Озов? А, да. Хотя пройти стало можно. А то все завалено. Не повсюду. Не повсюду. Сколько же еще предстоит. Вот, как и пленка старая нашла. Даже не заметила я сначала. А мы же такой пленкой кухню обклювали, кажется. Не такой вот. Нет, не такой. Это не наш. Фанарик рабочий. И то счастье. Слушай, пошла я пошла шлифовать. Смотри, какая бобина классная. Удлинитель. Вот так же точно пригодится. Наверное, его для... Дело было не в бобине. Разъяльяй, сидел в кабине. Ну, это из старого. Это классика. Ладно. Выйти на свет божий. Прогуляться до мастерской. И вновь засидев шлифовку. Слушай, я не знаю. Стоите ли вы сейчас в комнате пока уборку делаете? Если там... Опять все здесь. Засорят. Засорят? Это мягко сказанное. Я не могу по-другому сказать. Надо постесняться. Нет, ты понимаешь, в чем дело. Если ты собираешься делать приборку, то повсюду, только не в области печки. Вот где-то... Ты понимаешь, что он будет... Обойди ее диаметром на полтора метра, и все будет хорошо. Ты понимаешь, что он будет болгаркой счищать черноту? Если он будет... Вся комната будет в этом. Да. Он будет выдавливать кирпич для того, чтобы найти засор. Ставить нам. Ты рассказала вообще, нет? Что там будет? Ну, я намекнула на то, что нам предстоит. Ну, короче, если... Дословно... Речь идет о ремонте печки. У нас очень низкая труба, поэтому... Ее надо пойти выше, хотя, казалось бы, куда уж выше. Нет, она будет еще выше. Она будет выше конька. Плюс у нас вот там вот под металлом протекает. Мы вчера это заметили на втором этаже. Присутствует. Вот. Плюс нам еще предложили поставить дополнительную дверцу для выгребания мусора из трубы. Это весьма актуально. Ну, это все, что падает вниз. Там и сажи, чтобы ее чистить удобнее было. Потому что сзади печки он в любом случае ее будет разбирать частично, для того, чтобы засор найти. То есть от того, как быстро он найдет засор, будет зависеть, как он сказал, стоимость. Вот. Может, нам очень много придется разобрать. Врач, он поставит нам сзади печки дверку. А мы дальше с вами сможем ее очистить. Мария Александровна, вам знакомо такое заболевание, как геморрой? По-моему, оно у нас стало инфекционным. Это очень большой геморрой. Ну, нам предстоит, что поделать. Ладно. Подождем. Ну, во всяком случае, это в сентябре ты все, это безобразие не увидишь. Это все. Я хотя бы поняла, что с ней делать надо. А я нет. Так-то, ну, как бы. Откровенно говоря, пока нет. Я не представляю, как мужики будут на этом скользком шифере. Ну, будем надеяться, что будет сухая погода, он станет не таким скользким. У нас, конечно, есть какие-то лестницы, но вот как они там будут... Я тоже не представляю. ...все это делать. Шифер уже такой древний, мне кажется, он проломится. Да нет, шифер, кстати, нормальный. Надеюсь, что он еще... Мне казалось, что мама с товарищем Жорой где-то уже пересекалась. Да? Нам было что вспомнить, я была в Казахстане, он оттуда родом. Ох, то ли еще будет. Ой-ой-ой. Вышла передохнуть из мастерской. Мария закончила приборку в сарае, ну, это просто самое поверхностное. А дождь продолжает накрапывать. Ну, прогноз обещал нечто иное, более оптимистичное. Ну, что поделаешь. Погода. Однако мы сошлись на том, что наступила такая фаза понижения гиперактивности. Прошел запал первоначальный, и мы конкретно устали. А потому, что все-таки завтра будет нормальная погода, солнышко, то после автолавки, когда все просохнет, все-таки непременно ринимся в лес. Надо, надо менять сферу деятельности таким-то образом. Дать себе отдохнуть, восстановиться, а уж затем с новыми силами приниматься за дела. Ладно, подождем, что будет на небе, засветит ли солнце, высохнет ли дождя впоследствии. А там посмотрим, что делать дальше. Ну, а пока продолжается вечер. Машка засела с Руськой рассмотреть очередной интересный фильм, а я работаю в мастерской, и конца края не видать моим деяниям. Что ж, здоровья, всем удачи. Посмотрим, что будет позже. А завтра действительно суббота, и надо будет отдыхать. Посмотрим, как все получится. Пока, до свидания.